Телерадиоканал 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 мероприятий в Москве. Я так ходил, улыбался всем на протяжении нескольких дней, и в какой-то из дней ко мне подошел человек и плюнул мне в лицо и сказал, что ты слишком позитивный. Кошмар какой! Какой кошмар! Да это был комплимент. Ты как-то ответил ему, нет? Тем же самым. Нет, я улыбнулся такой, спасибо. Но это ужасно. Это ужасно. Не так прям, как верблюд, там все как-то аккуратненько, было интеллигентно, но вот мне это понравилось. Разрожно плюнуть в лицо человеку интеллигентно? На самом деле мы недавно вот с Кутузычем изучали памятку для китайских туристов, нам говорят, что в России способ не улыбаться, ходить с таким вот каменным лицом, это способ быть вежливым. То есть вот ходите с каменным лицом, тут так принято. Ну не знаю, насколько это вот так вежливо, невежливо. Но у меня такая вот методика. Мне нравится, когда иногда бывает, едешь в общественном транспорте, например, даже в метро, спускаешься по эскалатору и прям вот улыбаешься и смотришь людям в глаза, которые поднимаются непосредственно. Вот, к сожалению, у нас где-то, наверное, один из 50 начинает улыбаться в ответ в Питере, например, там чуть не каждый десятый откликается. Получше, получше, да. У нас вот в Москве сложнее с этим. Слушай, а почему такая реакция вот у наших людей? На самом деле, когда ты улыбаешься кому-то просто так, да? Вот как у нас есть пословица даже в связи с этим, да? Смех без причины признак дурачина. Мне кажется, искажена, искажена вот это вот, ну, искажен смысл этого. Потому что на мой взгляд, как раз смех без причины это как раз, точнее, не смех. А улыбка? Вот отсутствие смеха, а это как раз признак дурачина. А вот, как отсутствие смеха. Да, да, да. У меня где-то есть в песне как раз вот такая мысль. Я сейчас точно не смогу сформулировать, но именно так. А я, кстати, хотела бы пользуясь случаем проанонсировать, что Стас сегодня пришел с гитарой, и он сегодня будет исполнять все свои песни. О, пошли переборы, да? У нас сегодня будет много-много песен, и что я хотел сказать? Да если у вас к Стасу есть вопросы, можете их оставлять прямо сейчас на плюс семь. Девятьсот девять, девятьсот двадцать восемь, один восемьдесят девять и девять. Это наш ватсап и вайбер. И группа ВКонтакте, там вверху есть специально прикрепленный пост. Там тоже можете оставлять свои вопросы и комментарии. Поезд Евпатории прекрасная песня была написана где-то лет шесть назад, и я реально забрался в поезд и, собственно, намеревался попасть в Евпаторию. И вот погрузившись в эту мечту и в мысль о том, что вот я скоро окажусь на море, появились эти строки, и на мой взгляд, они прям очень душевны. Я предлагаю клип посмотреть. Да, давайте послушаем и посмотрим. Поехали. Мой поезд катится по рельсам Евпаторию, а я на верхней полке с мыслями о море. Вокруг мелькают города, деревни, селы, и от предвкушений уже такой веселый я. Мне проводница предлагает чай с печеньем, а я ей объясняю, что давно его не ем. Вы лучше дайте мне вина, крепленного, графин, и пригласить к вам в купе под номером один море. Я так хочу на море, море. Рисую на заборе с синими красками, солеными масками, детскими сказками, дельфинами ласковыми. Море. Я так хочу на море, море. Там нет ни бед, ни горя. Там только солнце, свет, безоблачный рассвет и в небе яркий след сгорающих комет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Морь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я говорю, вау, конечно, я согласен В итоге вот мы долгое время там были Под согласованием, потому что все-таки Огромная организация, там все очень сложно Но сейчас песни уже играют в поездах И мне уже там скидывают ребята сообщения Друзья мои, в частности в Нижний Новгород Кто ездит и живет там, проживает В Воронеже, вот именно сообщения Таких вот фирменных поездов там играет Слушай, ну это круто на самом деле Да, что они там в аранжировке играют На самом деле, когда под гитару так даже душевнее Давайте представим, что мы в поезде Да-да-да-да, думаю, мы в поезде Стас рядом с нами И прямо сейчас готов исполнить для всех Свою песню, которая называется Доброе утро Начнем с простой такой песенки Веселой, она тем более актуальна Непосредственно в это время суток Мне единственная нужна будет ваша помощь Но мы постараемся Постараемся не испортить Да, мы постараемся в этом чате Вот поем, я говорю, доброе утро вы Доброе утро Ну окей, да, хорошо И я думаю, что радиослушатели тоже могут подпевать Это вполне нормально, естественно И никто не посчитает вас дураками Стас в море на стране ФМ Прямо сейчас, поехали Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Доброе утро Утро Новый день начинается Заливается солнце в окно Как много его Невозможно больше спать Вставать пора Пора радуюсь ему Не пойму Весь этот здоровый спор Про то, что совам под утро Сон невесомый Самый сладкий он И не прогнать его вон Лишь в ушах звон Дирли-дирли-дирли-дирли-дон Будильник и стон Чек за микрофон Everybody come on Вместе с солнцем в тон Песни прогоним сон И скажем все мы вместе Доброе утро 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 Еще раз доброе утро 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 Как бы то ни было Где бы мы ни были Просыпаться в кайф Если лайф и зла вшире, чем у бегемота Раскрывай в улыбке рот и раз, два, три Подъем с переворотом, вот он новый день Нам вставать не лень В хорошем настроении просыпается вся вселенная Утром проснувшись, без всяких сомнений Ты просто возьми и поймай вдохновение В каждом мгновении солнцем навеянным День обещает по обыкновению Хоть понедельник или воскресенье Стать без малейших причин для волнений Лучше мы с ней, и не надо быть гением Чтобы понять и пропеть с настроением Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! И доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Валерия, а мы можем с тобой быть на бэках? Причем совершенно спокойно Да, завтра едем вместе Ну так было пару левых нот, конечно Стас, смотри у нас сегодня в гостях Слушай, ну на самом деле после песни могу тебе сказать, что ты действительно самый счастливый человек, мне кажется У тебя бывает хотя бы вот чуть-чуть плохой настроение? Безусловно, но это же на самом деле все на контрасте происходит Нельзя поосознать себя счастливым, если ты не был несчастным вот в какой-то момент А вот об этом и контрасте мы поговорим обязательно совсем скоро А сейчас нам нужно прерваться на небольшой рекламной базе Давайте это сделаем Телерадиоканал Становились с вами на таком интересном месте, что для того, чтобы стать счастливым человеком, нужно было познать и обратную сторону медаль То есть когда-то ты был несчастен Безусловно, да, были периоды разные в моей жизни И сейчас периодически какие-то происходят такие вот падения, духопадения, скажем так На фоне чего я, собственно, ну уже немножко внимательнее относясь к себе, начинаю как-то корректировать себя То есть она жизнь такая вот в настроении, если смотреть, она немножко в амплитудном состоянии находится Слушай, а что тебя может выбить из колеи? Ну вот в обычной жизни, когда вот какие-то... Если тебя тот мужик не выбил из колеи, то что вообще тебе может быть? Бывает, да, вот много недосыпов в жизни, вот ну такой вот, недосыпаешь Из-за этого возникает такое немножко натянутое состояние, такое вот усталости Мы тебя так понимаем Да, и вот, возможно, бывает там какая-нибудь ситуация, вот неожиданно На улице там, например, едешь в машине, и кто-нибудь раз тебя подрезал, вот сегодня меня подрезал дядька И не включил поворотник Я немножечко его пожурил, ну про себя, понятно, я не останавливал его ничего Ну, потом я успокоился, понимаю, что ну ерунда какая-то, все равно я дальше еду, все хорошо Солнце светит, цветы цветут Слушай, а вот ты поделился с нами неким негативным опытом, да, что твоя улыбка там вызвала реакцию Когда человек подошел там, интеллигентно плюнул тебе в лицо Бывало так, что наоборот, ты улыбаешься кому-то, и тебя потом догоняет девчонка говорит Молодой человек, вы мне улыбнулись, а пойдемте кофе пить Или просто человек подходит и говорит, спасибо вам за то, что вот вы несете настроение на улице Да, 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 и здесь, наверное, вот такая ситуация вспоминается Как ты покупал в каком-то рынке рыбу, и стою в очереди, вижу продавец, женщина, такая очень интеллигентная Лицо прям интеллигентно, но не оттуда, но видно, что это не ее место Может быть, она замещала кого-то, не знаю, может быть, как-то так жизнь сложилась И ей пришлось вот стать продавщицей, хотя, ну не суть И я вижу, как она прям напряженно себя чувствует, ощущает И передо мной какие-то люди, еще немножко ее как-то так пожурили за что-то тоже Там как-то она то ли медленно обслужила или что-то Я подхожу и понимаю, что, ну, я не хочу вот такого сейчас контакта с ней И я начал ей улыбаться, сказал ей какие-то пару добрых слов Там как-то делали какой-то комплимент Я смотрю, она немножечко так раз румянец появилась на щеках Она начала улыбаться мне в ответ И она мне продала эту рыбу с настроением уже, с позитивным настроением И уходя, я понимаю, я так немножко обратил внимание, что у нее на какой-то момент, на какое-то мгновение Это настроение поднялось И она уже следующим покупателям уже, ну, по-другому продаст эту рыбу Слушай, рыба с настроением, это хорошо, конечно Скидка была у тебя, вот мне, что эти результаты больше всего Нет, ну, для меня как раз здесь скидка главная Это то, что я не просто приобретаю какой-то продукт Это же не связано там с рыбой или с чем-то, либо еще А именно вот настроение, эмоции Лучи добра он получил И даже рыба улыбнулась Такой, называется бумеранг добра Ты его посылаешь, и он возвращается тебе тем же Слушай, скажи мне, у тебя грустных песен вообще нет? Очень много А-а-а, все-таки вот так Ну, я это заметил один момент, как раз в моей жизни очень грустный был какой-то эпизод такой И как-то я вот, сев в машине в кресло, пошли строки Я начал записывать, записал, и буквально через полчаса у меня появилась песня По сути Я сижу, я чувствую, что-то вот произошло Потому что боль, которая внутри меня сидела, она как-то раз и ушла Я смотрю вот на этот листочек с текстами Я понимаю, что моя боль там внутри Я понял, что я упаковал свою боль И таким образом я могу упаковывать свою боль И от нее, так сказать, дистанцироваться И тем самым, вот, свои какие-то такие переживания я упаковываю в песни Но единственное, что я переживаю о грустной песне Исполнять только стараюсь камерно где-нибудь на кухне Чтобы мало ли там... То есть на широкую публику ты их не выносишь? Пока да И сегодня мы их не услышим Можно что-нибудь такое, конечно, попробовать, поэкспериментировать Но с утра люди просыпаются... Мы сейчас пойдем договоримся, наверное, со Стасом Мы сейчас договоримся, да Но надо прерваться на небольшую В неделях надо людей бодрить Потому что и так день тяжелый для тех, кто сейчас едет и в пробках движется на работу Опаздывает и все такое Мне кажется... Мы продолжим, друзья, бодриться через несколько минут Это Страна.ФМ Доброе утро! Доброе утро! Телерадиоканал Но мы, собственно, вернулись уже Мы здесь, Валерий Доброе утро! Стас Боря у нас в гостях Да, если вы не поняли, мы снова здесь Телерадиоканал Страна.ФМ Доброе утро! Я, Стас, вот о чем хотел сказать Прежде чем ты споешь очередную песню Ты же ведешь много всего Да, был период, когда я вел в основном какие-то коммерческие мероприятия Клубы, клубные вечеринки, свадьбы, корпоративы и прочее И я с этого очень угорел И я в какой-то момент понял, почему все это происходит Потому что вокруг много людей неадекватных, получается, да Которые... Под градусом Неадекватность которых с каждым часом увеличивается Из-за этого я как бы как губка все впитывал И очень сильно страдал, болел Сейчас, слава богу, таких мероприятий практически уже не стало И в основном я сейчас провожу разные форумы, молодежные фестивали То есть мероприятия, где действительно созидается какая-то добрая, светлая мысль Где люди приходят, чтобы по-здоровому такому отдохнуть И там нет ни алкоголя, там нет никакого такого чревоугодия, грубо говоря И там реально настоящий кайф во имя чего-то доброго и светлого Ну скажи мне, пожалуйста, вот Стас Моря ведущий и Стас Моря музыкант Это два разных человека? Или ты вообще целостен и един везде? Я в принципе целостен, да То есть как бы вот с учетом того, что сейчас, ну по счастью, я уже веду мероприятия, которые действительно не откликаются Я могу быть собой и там спокойненько и во время выступления То есть здесь я не играю ни в кого Для меня это стало важно, именно обрести уже себя, вот эта гармония внутренняя Когда ты говоришь и делаешь то, что ты хочешь говорить и делать А не то, что от тебя требует Вот, вот на сегодняшний день я дошел до этого Насколько мы знаем, твоя жизнь очень тесно связана с волонтерством Да, волонтерство, добровольство Я сам этим начал как-то увлекаться, заниматься Причем это в мою жизнь как-то пришло И я это начал делать прям вот по зову души, по зову сердца И где-то 7 лет назад я как бы встал на этот путь И, собственно говоря, занимался активно общественной деятельностью в городе Из которого я родом, из Тулы Вот, и познакомился 6 лет назад с человеком, который тоже повлиял серьезно на мою жизнь Артем Муницын Артем, сейчас привет передаю тебе большой, если ты слышишь Вот, человек, который получил травму серьезную в детстве 10 лет ему было, череп-мозговую травму И, собственно, был пораженец центральной нервной системы У него ДЦП приобретен Очень долгий, сложный период восстановления Больше 10 лет в таком, действительно, очень сложном Непостиженном для многих людей Таком образе жизни И потом ему посчастливилось Он нашел информацию про форум, который проходит в Курской области Уже на протяжении многих, там, лет на около 10, наверное Общественная организация «Смородина» Делал форум для людей с ограниченными возможностями Куда он подал заявку, попал И, воодушевившись и вдохновившись там Вся эта атмосфера вернулся и захотел помогать людям Вот, и это называется так Инклюзивное волонтерство Когда, собственно, ты сам нуждаешься в помощи Начинаешь оказывать помощь другим И через это вылечиваешься, излечиваешься сам И мы начали общаться, познакомились Начали дружить, помогать друг другу И он пишет стихи Занимается общественной деятельностью Вот уже существует общественная организация «Могу» на протяжении 5 лет Которую он возглавляет И уже 5 форумов проведено для людей с разными сложностями У вас есть совместная работа? Совместная работа Он скидывает мне иногда свои тексты Один из текстов стал таким гимном этой организации И впоследствии в этом году еще и гимном всей добровольческой молодежи И не только молодежи, потому что, как оказывается, сейчас очень много занято еще в добровольчестве людей 60 плюс, так называемых Называется это серебряное волонтерство Это очень круто, потому что люди, ну, такие вдохновленные, заряженные И в взаимодействии с молодежью, там, естественно, уже вот эти моменты с маленькой пенсией, с какими-то неудобствами, они уходят на второй план Вот, и в этом году еще совместно с одним талантливым, замечательным музыкантом Имя которого сейчас на слуху, наверное, у всех, Кирилл Нечаев Который был даже у Урганта? Да, он сотворил аранжировку прекрасную И получилась песня, которую мы совместно исполнили И вот эта песня называется «Я могу» И ты нам ее сейчас? Она вдохновляет сейчас, да, она стала гимном добровольчества в России Я сейчас ее исполню Ну-ка давай, мы готовы Но мне нужна будет ваша помощь, потому что я сейчас исполню ее в первичной версии, которая такая под гитарку, немножко в стиле пятницы То есть первая наша помощь тебя не напугала, Сина, да? Вообще, нам очень обрадовала А силем мы очень естественно, все классно, поэтому что силем, да Давайте, поехали Сколько раз, мой друг, такое было Мы шли непонятно куда за морем другим И нам ведь казалось, что все уплыло наше счастье И мы вслед за ним барахтались в водную гладь, разбивая оскалы Ища другого пути, мы плыли с тобою совсем и не зная, как далеко Отчасти можно уйти и в жизни привычить Порой так сложно найти себя и свою любовь Но помни, мой друг, что все возможно Просто улыбнись и вместе пой Я могу сделать мир добрей, если только захочу Я могу стать еще сильнее, да мне все это по плечу Я могу сделать мир добрей, если только захочу Я могу стать еще сильнее, да мне все это по плечу Лера не смогла И в своем стремлении понравиться, будь осторожен и помни о том Что в жизни хорош не тот, кто славится, а тот, кого обязательно вспомнит потом Не надо себя жалеть и слов напрасных тоже, мол, так тяжело к успеху идти Поверь в себя то, что ты все можешь, вставай, не ленись и к мечте летим И жизни привычно, порой так сложно преодолеть трудности Сказав проблемам, стой, но помни, мой друг, что все возможно Просто улыбнись и вместе пой Я могу сделать мир добрей, если только захочу Я могу стать еще сильнее, да мне все это по плечу Я могу сделать мир добрей, если только захочу Я могу стать еще сильнее, да мне все это по плечу Продолжай, продолжай Продолжай Лера Слушай, Стас, с нами еще никто такого не проделал здесь. Это абсолютный эксклюзив и абсолютный пример. Скажи, у Леры было смешно лицо, когда я это делал. Мне нравится, когда она так напрягся с ножкой, сдала вот этот момент. И макияж в разные стороны. О, не могу. Слушай, это бывает очень редко, но до слез вот сейчас. Давайте мы слезки утрем и вернемся к вам, друзья. Доброе утро. До скорых встречи. Сели радиоканал Страна ФМ Один. На всю страну. Мы же слезки вытирали. А ты чего слезки вытирали? Нет, главное, вот так вот делали все, а смеются все только надо мной. Не надо, пожалуйста. У всех было смешное лицо. У всех было смешное лицо. Они еще и газой меня назвали, граждане. Так, всем сейчас захотелось побывать на твоем концерте живьем, потому что все-таки по радио, по телевидению это одно, а живьем-то, ну это же совсем другое. Да, вот в Москве будет такая возможность 24 октября, буквально уже совсем скоро, пока не могу точно сказать место. Сегодня эта информация появится у меня на страничке в Инстаграм и на других страничках, поэтому заходите, подписывайтесь, все увидите. Это будет такая творческая встреча именно в акустике, с разными разговорами на тему, как вообще можно преобразить свою жизнь, как достичь позитивного состояния и, в общем-то, избежать всяких глупостей, депрессий, особенно сейчас, в пору осени и зимы. Так у тебя же осень, не только в октябре, а в ноябре еще что-то будет. В ноябре, 7 ноября еще будет концерт в Санкт-Петербурге, сейчас тоже этот вопрос весь утверждается, и, в общем-то, скоро тоже появится информация. Слушай, ну понятно, через поиск можно найти, назови аккаунт свой, чтобы прямо сейчас могли люди зайти и подписаться. А все просто в социальных сетях везде. Я Стас Море, по-русски, если вводить, Стас Море. Легко найти. Легко найти, кроме ВКонтакте, я Стас Даньшин. Ну вот, как настоящий. Слушай, у меня знаешь, какой у тебя вопрос? У тебя же все концерты, как ты говоришь, с мастер-классами, они всегда с какой-то вот такой изюминкой. Я знаю, что вы на ластах бегали по Сокольникам в августе. Было такое, да. Кому пришла в голову эта гениальная идея? Ну естественно, она родилась в моей больной голове. Вот. Мне очень понравилось, и вообще увидел, вот когда ты ведешь себя необычно, а люди начинают как-то реагировать, и появляется тот самый вопрос, зачем? Очень важный вопрос в нашей жизни. Вы реально на ластах бегали? Да, мы в ластах бегали, да, в территории парка Сокольника. Сегодня не в ластах. Нормально. Да, сегодня исключение просто. В машине очень удобно, в ластах. Позвольте в машине, если нормально, да. Вот. И вот этот вопрос, зачем, он порождает вот это какое-то намерение узнать, познать. И у человека появляется, ну, расширяется кругозор, и начинается вот много каких-то действий, таких направленных на вот выход из зоны комфорта. Ты мне скажи, у тебя просто реально есть ответ на вопрос, зачем вы бегали в ластах? Да. Ну, об этом я скажу на концерте. Нет, объясняйте, объясняйте. У тебя есть ответ? Да. Окей, спасибо. Да, все, однозначно. Почаще делать глупости. На мой взгляд, это прям, ну, серьезно меняет. Я помню момент был, когда мы с ребятами договорившись, взяли, одели, ну, достали ростовые куклы, большие, жара была, где-то градусов 30, бегали по городу, фотографировались с людьми. Через 4 часа у меня было обезвоживание, я, в общем, потом пролежал где-то дня 4 с температурой. И совсем смешно, конечно. Но большое количество людей на эмоциях счастливые, радостные, получили фотографии, и все это бесплатно для них, и было здорово. Дети радовались. Ребят, ну да. Такая история, у нас осталось буквально 2 минуты 30 секунд. Может быть, куплет-припев, мы, потому что без песни не можем тебя отпустить. Да, это песня, которая, ну, стала для меня такой визитной карточкой, и она действительно прям заряжает тут же прям. Это даже круче, чем все предыдущие. Единственное, тоже мне нужна будет ваша помощь. Ну, так уж, конечно, как же мы не сможем. Если что, мы тебя прервем, когда у нас будет финальчик. Окей, договорились? Окей, на всякий случай. Здравствуй, счастье! Надо в ответ просто возвращать. Привет! Привет! Легко, поехали. Здравствуй, счастье! Привет! Я просыпаюсь утром и чувствую нутром, что будет хорошо сегодня все. Ну, а потом улыбаюсь своему отражению в зеркале. Мое счастье не измерить никакими мерками. Дураками называть те, кто смеется без причины. Ну, а я считаю грусть признак дурачины. Эй, мужчины и женщины, девочки, мальчики, давайте прыгать на месте, как солнечные зайчики. Сверкают глаза, искрится душа моя от любви. Вдохновение черпая, а я улыбаюсь всем моим бедам в ответ. Здравствуй, счастье! Привет! Счастье есть, его не может не быть. Счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить. Пошире улыбнись и начинай счастливую жизнь. Счастье есть, его не может не быть. Счастье есть, поверь, мы будем счастливо жить. Пошире улыбнись и начинай счастливую жизнь. Я счастлив утром, днем и вечером Я радуюсь каждому встречному Я смеюсь всем моим бедам в ответ Здравствуй, счастье! Привет! Я счастлив утром, днем и вечером Я радуюсь каждому встречному Я смеюсь всем моим бедам в ответ Здравствуй, счастье! Привет, штаб! Я счастлив утром, днем и вечером Я радуюсь каждому встречному Я смеюсь всем моим бедам в ответ Здравствуй, страна! Привет! Тем более, что погода шепчет Погода шепчет, надо идти, друзья Всем доброе утро! Ну что, я думаю, что прямо сейчас мы уже... А, у нас еще минуточка есть Я хотел вот о чем, кстати, спросить Только вспомнил, хорошо, что минута осталась Вот эти концерты, которые твои проходят Это только песни, или ты туда все-таки... Что-то еще там присутствует? Действия всякие, песни, разговоры То есть это такая вот идет работа над состоянием Психологическим состоянием и себя, и людей И мне иногда бывает забавно, когда В течение, например, нескольких часов такая встреча проходит И вначале люди сидят напряженные, немножко зажатые, закрытые Такие, понятно, что вся эта будничная суета откладывается в отпечаток И потом спустя где-то какое-то время небольшое Уже начинает раскрываться Стас, скажи, ты со зрителями делаешь то же самое, что сделали сегодня с нами? С нами, естественно Самое еще главное, вот сейчас важный такой момент Состояние любви и благодарности Как его можно испытать? Есть одна очень замечательная практика, очень простая Что, 20 секунд осталось? Скорее! Сейчас, да, нужно положить друг другу руки на шею, вот в области шеи, да? Вот так вот, одной рукой прям сцепиться в шею Ну так аккуратненько, насколько ты любишь этого человека, да? И начать делать воротниковый массаж Ага, я думала, что мать пальцев! Попозже после эфира Стас, огромное тебе спасибо! Стас Морин был у нас в гостях, приходи к нам еще, пожалуйста Человек счастья, спасибо огромное! Спасибо, пока всем! Спасибо, всего доброго! Телерадиоканал Субтитры сделал DimaTorzok